Глава 2. Сицилия. Глава 2. Сицилия. Но вышло так, что уже следующие поездки на Сицилию посвящались теме воинских искусств и сохранившихся до наших дней школ фехтования. Было необходимо найти современных мастеров фехтования, познакомиться с ними, узнать, какие воинские системы работы с оружием они преподают сегодня и как именно они это делают. Такие встречи удались. Однако при первых же знакомствах с мастерами возник ряд вопросов, которые меня, скажу честно, немного удивили. Сказал бы, даже обеспокоили. Первый вопрос. Почему эти мастера не попытались или не сочли нужным упорядочить свои знания? Как уже говорил ранее, каждая законченная воинская система должна иметь четкую структуру и блоки. Я этого не увидел. А ведь встречались мы не со случайными фехтования людьми и даже не с любителями. Следует подчеркнуть, мастера, с которыми мы встретились и общались на Сицилии, были весьма известными в этой сфере. Назову хотя бы Лучано Треминьо, Рафаэля Ермино, Джузеппе Бонакорси, Карамело Тангона и другие. Сноски с небольшим описанием всех перечисленных мастеров имеются в конце главы. Были и несколько менее известные, но все же мастера. Сальваторе Грассо, Себастьяно Ди Мауро, Альфио Леоката, Санто Анфузо, Джованни де Мария, Антонио Версачи. И это еще далеко не полный список наших знакомств. Но моя задача не перечислять здесь всех современных сицилийских мастеров по фехтованию, а описать результаты нашего исследования. Следующий интересовавший меня вопрос касался местонахождения большинства из мастеров. По какой-то причине значительное большинство из них базируется лишь на правой стороне Сицилии. Катания, Сиракуза, Мессина и так далее. Но совершенно никто из них не дислоцировался на левой стороне или в столице, Палермо. Мне эта особенность показалась странной. Как правило, большая концентрация мастеров и школ в центре региона, расходясь ветвями от столицы в отдаленные уголки страны. Но мы нашли все школы и мастеров, позиционирующих себя профессионалами в сфере фехтования. Некоторые из них претендовали на глубокие исторические корни, уходящие в далекое Средневековье. Нам предстояло подробно и всесторонне изучить их деятельность. Мы брали у мастеров интервью, просили их рассказать о системе, о школе, о предшественниках. И онлайн, и при личных встречах фехтовальные действия мастера демонстрировали со своими учениками, чтобы мы могли увидеть каждую систему в деле. И могу сказать, единственная моя реакция на это – улыбка. Которую я, конечно же, тщательно скрывал из соображения корректности. Не забывали, что мы в гостях. Но чем пристальнее всматривался в их локомоции, тем внятнее сжужжалась мысль. Передо мной артисты, а не мастера воинских искусств. Оттолковать здесь о разнице между сценическим и кранным фехтованием так же неуместно, как рассуждать о дистанции между правдой жизни и правдой искусства. Следующий момент, который заставил так же невольно пожимать плечами – это воинское прошло многих из мастеров. Как ученый, я начал проводить глубокий анализ и проверку каждого из них. И за считанные минуты обнаружил в интернете то, что ставит под сомнение и даже прямо опровергает многое из рассказов этих мастеров. Простите за некоторый сарказм, но интернет сегодня помнит очень многое. В такое время живем. Конечно, где-то, как-то, кому-то хотелось бы что-либо забыть самому и стереть это из памяти других. Но от интернета никуда не деться. Что имеется в виду? Следите за моей мыслью. Итак, изучая прошлое, в том числе и подноготную мастеров, мы обнаружили, что многие из них буквально 5-7 лет назад были замечены весьма странной японской одежде. Именно в кимоно. Оно, конечно, это может быть и делом вкуса, законом не запрещено. И смутил меня отнюдь не сам этот факт. Но ведь этот вид одежды говорит о том, что его носитель причастен к той или иной разновидности карате, что совершенно несовместимо с историческим европейским фехтованием. Между тем, они говорили нам, что из поколения в поколение воспринимали и преподавали знания и навыки единственные хранители чего именно и исключительно они. И потому только они сегодня могут это преподавать. Но еще 5 лет назад они занимались совершенно другими боевыми искусствами, не имеющие к испанскому или итальянскому фехтованию никакого отношения. К примеру, вышеупомянутый Кармела Тангона еще недавно занимался карате, в то время как Рафаэля Ирмино изучал айкидо. С восточными геноборствами не был связан лишь Лучано Треминя со своими партнерами и учениками. Однако Треминя был в центре другого и весьма резонансного случая. Он делал громкие заявления, выкладывая их в интернет, о том, что самым главным историческим хранителем чуть ли не всего фехтования на юге Италии является его родной дед. «Вы все должны быть ему благодарны, поскольку ему обязаны», говорил он в своих обращениях. Как выяснилось, его дед служил в военно-морском флоте, где в рамках боевой подготовки занимался ножевым боем. По возвращении с флота дед сам себя обозначил как гранд-маэстро по фехтованию на ножах. При этом, профессионально глядя сегодня на то, как фехтует Лучано Треминя, просто нельзя не понимать. Перед тобой актер, который со своей фамильной труппой создал театр. И теперь там за деньги артистически дает именно сценические представления. Вполне возможно, что с точки зрения искусства это по-своему интересно. Но у нас-то с вами речь не об искусствоведении. Прошу вас, дорогой читатель, поверить на слово в то, что нет у меня ни задачи, ни малейшего желания кого-либо дискредитировать. И в том еще одна причина, по которой откладывалось написание этой книги. Понимал, что придется говорить и об этой части исследования. Но было бы неверно это пропустить. Должен описать все так, как было на самом деле. Я был там. Лично общался с этими мастерами. Наблюдал и анализировал процесс их тренировок и спаррингов. И слышал то, что они сами говорят о себе. Продолжая далее, в ходе исследования современных школ фехтования на юге Италии, стало очевидным, что эти люди не имеют отношения к историческому фехтованию. Как говорится, после всего. И меня самым естественным образом заинтересовал еще один простой вопрос. А зачем же они этим занимаются? Почему так важно позиционировать себя, как хранители истории и культуры? Можно же честно сказать, что это современная школа, которая передает авторскую систему и так далее и тому подобное. Но нет. Почему-то важно было сделать акцент именно на историзме. Вскоре мы узнали о том, что итальянское государство выделяет крупные суммы денег на так называемое продвижение культуры страны. Соответственно, каждый из этих людей, создавая общественную организацию в виде школы исторического фехтования, ежемесячно получает от государства перечисления на свой счет. Таким образом, они якобы восстанавливают культуру Италии и Сицилии. Этот факт стал еще одним инцидентом, громогласно сотрясающим пространство интернета. Лучано Тремене был уличен в том, что преподает фехтование для некой российской организации. И не безвозмездно. То есть недаром. Попросту говоря, получает деньги за свои уроки. Вроде бы и в этом нет ничего особенного. Зарабатывают? Ну да, и на здоровье. Однако государство платит им деньги за то, чтобы они распространяли итальянскую культуру не только внутри своей страны, но и за ее пределами. Он нарушил договоренности с государством. Нарушил закон, что было чревато большими неприятностями. В итоге был вынужден оправдываться совершенно шкалярски. Первый последний раз я больше не буду. Но на этом наши открытия не закончились. Как я уже говорил ранее, мы объехали все доступные и недоступные научные библиотеки и архивы. Немалыми усилиями добыли все значимые труды по фехтованию, начиная с XVI века и по XX век. Более ранние, если и были, не сохранились для наших дней. Каждый источник был тщательно переведен на русский язык. Затем я с блокнотом и ручкой изучил их один за другим. Читал их снова и снова. Истинное испанское фехтование – это целая наука, постичь которую может лишь человек весьма развитый интеллектуально. Небольшое авторское отступление для убедительной и выразительной иллюстрации сказанного. Фрагмент из книги «Благородство меча. Наука об инструменте оруженосца мече» Франциска Лоренца де Радо. Это сонет, весьма своеобразная и редкая поэтическая форма. Цитата. Наконец-то дестреза пришла к финальной цели, и умение пришло, чтобы подняться. Рассказанное перешло в сделанное, с определенным и истинным обоснованием. То, что написано последним, является первым, поскольку хорошо обдумано и продемонстрировано. Так геометрически очерчено. Чем в Дерайзе прослеживается другой Евклип? С его школой нельзя проигнорировать, как защищаться и как ранить, приходя к его работам, чтобы учиться, живя среди рисков. Пусть тому фехтовальщику, кто будет это выполнять, не останется ничего создавать или спорить. Ну, каково? В главе предыдущей я предоставила вам небольшой список переведенных трактатов по фехтованию. Повторяться не буду, но продлю этот список, предоставив еще ряд книг, с которыми мы работали. Акили Мороца. Новый рассказ Акили Мороца, Болонийского, основного маэстро о искусстве оружия, 1540 год. Ридольфо Капоферо, Большой симуларко искусства и применения фехтования, 1610 год. Николета Гиганти, школа или театр, 1606 год. Чезаро Альберто Блинджини, трактата в современном итальянском фехтовании, Меч и сабля, различные способы парирования против байонета и копья, 1864 год. Джузеппе Радоэлли, Инструкция по фехтованию с саблей и мечом, 1885 год. Это также не полный список трактатов. Если вы желаете более подробно ознакомиться с описанием каждой из переведенной нами книги, к вашим услугам страницы моей книги «Вековой обман» 2018 года. А между тем, мы с вами подошли к самому главному вопросу в том вопросном ряду, возникшем у меня. Назвал бы даже его «парадоксом», в который едва ли поверил бы сам, когда бы не столкнулся с ним лично. Ни один из мастеров Юга Италии не удосужился изучить трактаты своих предшественников, чтобы действительно продолжать возрождение этой культуры. А ведь некоторые из названных современных мастеров занимаются боевыми искусствами 30 и более лет. Но трактаты продолжали пылиться на полках библиотек до тех пор, пока мы их там не нашли. Далее несложно догадаться о том, что не читая первоисточники, продолжать познание и развитие культуры исторического фехтования можно лишь через призмы своего собственного видения и фантазии. Более того, глядя на фехтование сицилийских мастеров, я многократно замечал не просто расхождение или неточности, но и грубейшие противоречия написанному. Те движения, прыжки, удары ногами и прочие технические элементы, которым учат сегодня на Сицилии, вы не найдете ни в одном из трактатов. Правда, должен отметить, что один из мастеров, а именно Джузеппе Бонакорси, решил провернуть научную операцию с целью утверждения исторического наследия своей школы фехтования. Он заплатил определенную сумму денег профессору Антонио Мерендони за то, чтобы последний нашел среди древних трактатов по фехтованию тот или те, под которые хотя бы в малой мере подпадает современная система фехтования маэстро Бонакорси. Работа была проведена наиболее подходящими трактатами оказались труды полирмитанского мастера фехтования Джузеппе Марсикатополовичини 1670 года. Однако данная работа не возымела должного успеха по причине явного несоответствия между системой современного мастера и тем, что написано в древнем трактате. Полагаю, что к этому моменту вы уже согласны с закономерностью моих непонимания и возмущения относительно этих мастеров Юга Италии, которые позиционируют себя как единственные хранители древних знаний предков в области истинного фехтования. Должен отметить, что среди всех мастеров Юга Италии нашелся лишь один человек, который не пытался обмануть других. Это маэстро Рафаэле Ирмино, который никогда и не утверждал, что его школа является исторической, а система фехтования имеет средневековые корни. Он открыто говорит о том, что преподает систему, которую создал сам. Маэстро считает свое фехтование лучшим именно для себя, не навязывая кому-либо данную точку зрения. Как сам говорит, «Это мое представление о фехтовании Сицилии на моей родной земле, Сиракузах». Хотел бы также отметить маэстро Кармела Тангона, который оставил приятные воспоминания о визите к нему. Весьма интересный собеседник и гостеприимный человек. Он хранит удивительную коллекцию древних ножей и кинжалов. Однако достойных фехтовальщиков, знающих законченную систему испанского фехтования или неаполитанского стиля испанского фехтования, на Сицилии не оказалось. Таков наш вывод после нескольких лет исследований в этой области. Работа с первоисточниками, как я уже говорил, была сложной с интеллектуальной точки зрения. Среди всех трактатов я хотел бы выделить два. Иронима де Каранзо «Философия оружия и мастерство владения им. Христианская атака и защита» 1582 года. И Луис Пачико де Нарваэс «Величие меча» 1600 год. Иронима де Каранзо по праву считается главным создателем испанской школы фехтования де Стрезе. Луис Пачико де Нарваэс – его главный ученик и последователь. Однако в ходе изучения этих трактатов меня не покидал вопрос, почему за столько лет ни один ученый, фехтовальщик или спортсмен не поставил себе задачу найти, перевести и изучить воинское искусство в изначальном варианте. Была лишь одна попытка перевести трактат Каранзо на английский язык, но и она не увенчалась успехом. Работа была не окончена. Как вы, наверное, могли предположить, новость о том, что мы переводим и публикуем древние трактаты в открытом доступе, многих людей не порадовала. Это ставило под сомнение репутации многих современных школ фехтования. В первое время были попытки сослаться на недостоверность наших переводов, но длилось это недолго, потому что правда была легко проверяема. Теперь каждый желающий может взять две книги на оригинальном и на русском языке и сопоставить написанное в них. Сегодня без лишней скромности могу сказать, что мы внесли внушительный вклад в обучение испанскому фехтованию всего русскоязычного пространства мира. Мастера из Италии, Сицилии и Испании пусть и не могут прочитать книги в нашем переводе, но теперь всем известны названия трактатов, хронология их написания, имена мастеров и, главное, понимание, что с каждым днем людей, прочитавших эти первоисточники, становится все больше. Подобное положение вещей в значительной мере затруднило работу тем мастерам, которых так и хочется назвать актерами в театре, играющими свои роли за деньги. Они могут продолжать это ремесло, но теперь будет сложнее приписывать себе древние корни средневековой культуры Сицилии. Сноски. Первое. Лучано Треминьо. Искусство бастоне пулисы. Апулийская палка. Лучано Треминьо научился этому искусству у своего отца и деда, который сам был одним из весьма известных бойцов на ножах и палках прошлого века. Вся семья мастера Лучано Треминьо, включая его престарелого отца, двоюродных братьев и сына Джузеппе, участвует в управлении его школой. Ученики Треминьо участвовали в международных турнирах. Официальная информация позиционирования мастера. Сноска 2. Рафаэля Ермино. Сицилийский мастер ножевого боя. Начал изучение сицилийского ножевого боя в 15 лет. Носит титул Капо де Бастоне, посвященный кавальеру де Умельта, заставший те времена из старых мастеров, когда традиция еще активно практиковалась. Его учителями и друзьями являлись такие мастера, как Джузеппо Тераново, маэстро Тамаркё, Франческо Виоланте, маэстро Микеле Треминьо по прозвичу Себасьян. Официальная информация позиционирования мастера. Сноска 3. Джузеппе Бонакорси. Сицилийская школа ножа Санта-Мария. Мастер Бонакорси сегодня является последним хранителем древних знаний, несет ответственность за восстановление этого стиля работы с ножом, который сегодня пользуется растущим интересом как на национальном, так и на международном уровне, поскольку считается одним из наиболее технических и полных из сохранившихся стилей. Официальная информация позиционирования мастера. Сноска 4. Кармела Тангона. Директор сицилийской школы фехтования Репоста, Катания, Италия и школ традиционного сицилийского фехтования на палках. Два стиля передавались из поколения в поколение мастеру Тангона внутри семьи в соответствии со старыми правилами и стилями. Эти школы уходят своими корнями в 1200 год нашей эры, и за последние пару столетий объем документации увеличился. В конце концов, в 1976 году был составлен первый нотариальный акт, публично удостоверивший школу Бастона-Сичильяна-Рипостезе. Официальная информация позиционирования мастера. Сноска 5. Профессор Антонио Мерендони. Считается признанным авторитетом в области итальянских и европейских оружейных техник и боя без оружия. Исследователь, имеющий многочисленные работы в этой области. Руководит направлением системы итальянского фехтования и борьбы. Оказывает консультационные услуги армии, полиции и Италии. Создатель САЛ-Систем. Официальная информация позиционирования мастера.